Здравствуйте! Сегодня в нашем видео мы расскажем, как выращивают перепелов. Это будет интересно, так как перепелиное мясо и яйца пользуются спросом. Ведь это вкусная и полезная пища, подходящая даже маленьким детям и аллергикам. В отличие от других отраслей птицеводства, выращивание перепела не требует существенных первоначальных затрат и больших площадей для содержания. Перепела птицы семейства фазановых. Дикие особи имеют очень пеструю раскраску и маленькие размеры, за счет которой они хорошо маскируются в траве. Выведенные промышленные породы, более крупные и приспособленные в жизни в неволе пернатые. Выращивают их, в зависимости от характеристик, в разных целях получения яиц, мяса, а также есть универсальные и декоративные породы перепелов. Яичные породы славятся не столько своими мясными качествами, сколько продуктивностью яйцекладки. Поэтому показателю самыми востребованными на сегодняшний день породами перепелов являются несколько видов. Прежде всего это японская порода, которая имеет также другое название – немой перепел. Птицы имеют небольшие размеры, короткие туловища и мелкие крылья непригодные для полетов. Хвостовое оперение практически незаметное. В целом, их внешний вид максимально приближен к тому, что имеют дикие особи, только туловища более вытянутые. По характеру это очень подвижные, но в то же время пугливые птицы. Японская порода перепелов является основой для многих, выведенных путем селекционирования, популярных видов пернатых. Содержать их можно в вольерах, клетках или напольным способом. Но нежелательно рядом подселять более крупные породы или со временем расселять в отдельные помещения, так как и самки, и самцы очень привязываются друг к другу. Первый год у «японских» перепелов самый яйценосный, на второй год количество снесенных яиц может уменьшиться в два раза. Эта порода быстро набирает массу и уже к 40 дням весит столько же, сколько и взрослая птица, неприхотлива в содержании и устойчива к заболеваниям. Есть еще, английская черная. Прародителем этих птиц стали пернатые японской породы. На их основе вывели популяцию птиц с темно-коричневым или почти черным оперением. А также английская белая. Внешний вид которых характеризуется преимущественно белым оперением, но могут присутствовать пятна золотого, черного либо коричневого оттенка. У разведения перепелов есть свои нюансы. Главное это то, что в процессе их одомашнивания самки практически полностью утратили «материнский инстинкт» — инстинкт высиживания своих яиц. Таким образом, едва ли не единственным реальным способом выведения птенцов на птицевоческом подворье остался инкубатор. А это значит, что инкубационное приспособление должно полностью подменять самку на сетку, создавая яйцу все необходимые условия для нормального развития зародыша и своевременного выхода птенца. Для разведения подходят лишь те яйца, которые были снесены до 7 дней назад. Некоторые специалисты говорят, что максимально допустимый срок хранения 10 суток. Температура в помещении, где располагают будущих перепелят, поддерживается на уровне 10-15 градусов Цельсия, влажность достигает показателя 75%. Во время хранения следует регулярно их переворачивать. Складировать яйца рекомендуют в вертикальном положении так, чтобы тупой край был повернут наверх. Яйца укладывают на лоток и помещают в инкубатор, оставив нетронутыми в течение первых двух дней. Но уже с третьего по пятнадцатый день их регулярно переворачивают, делая это каждые два часа, в этом случае развивающийся эмбрион не прилипнет к скорлупе. На заключительном этапе, за два дня до ожидаемого проклевывания, температуру внутри камеры доводят до 37,5-38 градусов Цельсия, а влажность воздуха – до 90%. При этом сами яйца рекомендуется периодически сбрызгивать водой, например, из пульверизатора. После того как птенцы полностью выйдут из скорлупы, их держат в инкубаторе еще сутки, дав им таким образом возможность обсохнуть и адаптироваться к окружающей среде. В инкубаторе следует держать цыплят, пока они не станут сухими и пушистыми, а затем нужно поместить их в предварительно нагретый питомник. Птенец перепела можно оставить в инкубаторе на время до 24 часов после вылупления. В течение первой недели необходимо использовать супер тонкую крошку корма, так как из-за большого размера корма, перепелиные птенцы не смогут с ним справиться. Корм должен посыпаться на пол, чтобы они могли легко его найти. Вода должна находиться вдали от источника тепла, чтобы она была прохладной. Здоровые птенцы перепелов отбираются для отправки на главную ферму или на экспорт. Перепелы имеют сравнительно небольшие габариты, поэтому для их содержания требуется минимальное количество квадратных метров. Для содержания тысячи особей потребуется не более 20-25 квадратных метров. Источником тепла для молодых птенцов на производстве в первую неделю может послужить обычная лампа на 100 Вт, а после нужно сменить ее на 60 Вт. Когда перепелиным птенцам исполнится 4 недели они готовы покинуть питомник и переехать в свой новый дом, перепелиную ферму. Через 28 суток птицу переводят на взрослый корм. Вода для птенцов должна быть всегда кипяченая, без мусора и не холодная, ее меняют дважды в день. Обычно кормить перепелов нужно трижды в день, желательно по часам. При разведении перепелов в фермах используется готовый комбикорм. Дважды в неделю добавляют костную муку и измельченную вареную рыбу, яичную скорлупу, мел. Если птиц кормят два раза в день, то корма должны содержать зерновые отходы, кукурузу, нарезанную зелень с добавлением кормового жира. Часто перепелов кормят куриным кормом, где в качестве витаминной подкормки дают зелень, вареные овощи, ростки зерна, семечки. Комбикорм фермеры обычно делают самостоятельно. Нестись перепелки начинает в возрасте 30-40 дней. Они практически не болеют. В отличие от курицы, температура тела у этой птицы на 2 градуса выше, и со всеми болезнетворными бактериями организм справляется самостоятельно. При правильном уходе перепелки, как и куры, готовы нестись круглый год. В диких условиях птицы приносят 40-50 яиц в год, а на ферме до трех сотен, как обычные курицы не сушки. Это просто инстинкт, они знают, что им надо нести яйца. В природе они делают кладку только летом, на ферме же условия позволяют нести яйца постоянно. Перепелиные яйца, это уникальный продукт. В сравнении с этим неброским яйцом привычные куриные сильно проигрывают, и это несмотря на разницу в размерах. Яйцо перепелки в 5 раз меньше, а весит всего 11 г. В одном грамме перепелиного яйца по сравнению с куриным содержится аминокислот больше в 1,5 раза, витамина А больше в 1,7 раза, железо больше в 4,5 раза, а кальция и фосфора в 5 раз. За эти свойства перепелиное яйцо называют эликсиром молодости и здоровья. Кроме повышенного содержания полезных веществ, перепелиное яйцо имеет еще одно необычное свойство. В отличие от куриного оно не протухнет. Это связано со строением перепелиного яйца. Скорлупа у него почти в 2 раза тоньше куриного. Но подскорлупная оболочка гораздо толще и прочнее. Она не позволяет проникать в яйцо вредоносным бактериям. Поэтому если яйцо долго находится в неблагоприятных условиях, то оно не протухает, а просто усыхает. На многих фермах сбор яиц механизирован. Клетки устроены таким образом, что когда самка сносит яйцо, оно скатывается на общую ленту, расположенную под кормушкой, где пол клетки расположен с небольшим наклоном. По транспортеру яйца поступают на сортировку. Так как яйца, это товар скоропортящийся, он требует особых условий хранения и транспортировки. Из-за этого фермерскому хозяйству необходимо наладить регулярный сбыт перепелиных яиц. За рубежом налажены полностью автоматические линии, которые управляются специальными камерами. Такое оборудование позволяет обнаруживать грязные и протекающие яйца путем обработки изображений системой компьютерного зрения. Каждое яйцо проверяется камерами, и каждая камера записывает изображение яйца, когда оно вращается на роликах конвейера. Изображения собираются и анализируются, исследуя всю поверхность каждого яйца. После анализа система присваивает каждому яйцу степень утечки и степень загрязнения. Заказчику продукции дано право определять сорт яйца, по которому оборудование определит одобрить или отклонить данное яйцо. Это гарантирует, что фермер получит тот уровень чувствительности к грязи или утечкам для машины, который его удовлетворит. В интерфейсе визуализации грязь в яйце отображается синим цветом, а утечка – красным цветом. Протекающие яйца удаляются вскоре после обнаружения, чтобы не загрязнить и не испачкать классификатор. Грязные яйца автоматически удаляются и направляются к определенному выходу сортировщика. Свежеснесенные яйца перепелок аккуратно собирают в удобные контейнеры, пластиковые или картонные, по 10, 12 или 14 штук. Яйца в пластиковом контейнере должны свободно «дышать». Между каждым яйцом обязательно наличие перегородок. Яйца укладывают тупым концом вверх. Забой перепелов начинается, когда молодняк достигнет 40-дневного возраста, начиная с более крупных. В два месяца они достигают своей физиологической зрелости и больше расти не будут. Забивают здоровых и хорошо упитанных перепелов. У более взрослых особей мясо становится жестче, так что долго держать их нерентабельно. Из всего поголовья выбирают крепеньких, здоровых на вид птиц, с хорошо развитыми мышцами груди и бедер. Кель должен хорошо выступать вперед, а оперение быть плотным и блестящим. Тушки, предназначенные для продажи, должны оставаться целыми, поэтому потрошить их нужно только через одно отверстие, в области клоаки. Для этого тушку надрезают в области клоаки, затем осторожно просовывают в разрез палец, ближе к правому боку. Захватывают внутренности и осторожно тянут к себе. Очень важно не раздавить желчный пузырь, который находится возле печени. После разделки тушки перепелов тщательно промывают в теплой воде, не выше 30 градусов Цельсия. Теперь мясо перепелов готово к использованию. Если нет возможности сразу приготовить или продать тушки, следует охладить их до температуры 3-4 градуса Цельсия, запаковать в пищевую пленку, пергаментные или целлофановые пакеты и оставить в чистом вентилируемом помещении с температурой воздуха от 0 до 3 градусов Цельсия и влажностью около 80%. В таких условиях перепелиное мясо может храниться не больше 48 часов. Для длительного хранения охлажденной тушки необходимо сложить в морозильную камеру. В большинстве магазинов тушки перепелов предпочитают брать оптом с кожей, они имеют более привлекательный вид и лучше раскупаются потребителями. А вот многие кафе и рестораны, где подают блюда из перепелов, охотнее приобретают тушки без кожи, чтобы не переплачивать за лишний вес. На этом все. Если вам понравилось это видео ставьте лайки и подписывайтесь на канал. До новых встреч.